Ну что ж, доброго времени суток, дорогие друзья, любители квестов и адвенчур. Надеюсь, что сегодня Шерлок Холмс раскроет тайну серебряной сережки и сегодня мы узнаем финал этой игры. Чем же все закончится? Кто же окажется убийцей или их тут будет много? Это мы сейчас с вами и узнаем в финальных вопросах и ответах в викторине этой традиционной здесь и в финальном ролике. Ну что ж, загрузимся. Холмс и Ватсон на Бейкер-стрит. И мы отвечаем на очередные вопросы после очередной части расследования. Откроем для этого инвентарь. Да, и перейдем на вкладку «Тест». Первый вопрос. Существовало несколько наборов ключа от Театра Эстонов. Да. Ну, поскольку мы знаем, что ключи были у Ричардса и у Эстона Молодого. Так, сюда нам нужно переместить его показания, как я понимаю, соответственно. Сейчас, где он есть? Вот он, Брюс Эстон. Вопрос второй. Теряла ли одна из актрис Театра Фэйрфакс Рыжий парик? Да, по-моему, это пьянчушка-то, которая там догонялась перед началом выступления. По-моему, она и потеряла его. Да. Да? Показания мисс Салева. Ну, или кто-то из этих актрис, короче. В общем, кто-то там из них, по-моему, терял. Да. Так, вопрос третий. Были ли связаны находки, сделанные в гардеробной, с делом об убийстве? В гардеробной? А, мы там не нашли костюмы этого офицера какого-то военного и еще что-то не нашли. Да? Гардеробной. А в Шерингфорд-Холле при самом первом осмотре мы нашли фальшивую пуговицу, например, от военного мундира. Соответственно, нам нужно отчет о пропавшей пуговице из Шерингфорд-Холла. Да. Вот это. Фальшивая, точнее, пуговица. И отчет о том, что в театре Эстенов не хватает... Вот, да, вот униформа артиллерийского офицера. Точно, оно. Вопрос четыре. Встречали ли мы где-либо еще почерк, которому была написана записка, предназначенная для Вероники Девенпорт? Да, 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 да. Было. Это визитка этого француза и визитка антиквара какого-то, по-моему, насколько я помню. Сейчас мы... Вот, визитная карточка француза. Так, еще разок. Что-то не вижу его. Ее точнее. А, вот, торговец антиквариатом. Вот точно оно. Ну что ж, надеюсь, что я правильно ответил. Это элементарно, Ватсон. Теперь мы знаем ответы на все вопросы. Поздравляем. Вы успешно завершили расследование. Просим вас ответить на несколько дополнительных вопросов. Если вы ответите неправильно, это ни на что не повлияет. Вы все равно сможете перейти к финальному этапу игры. Ха. Отлично. Так, что же нас тут хотят спросить? А, понятно. Нас тут хотят узнать. У нас хотят. Кто же кого убил, по нашему мнению. А потом Холмс расскажет, как все было на самом деле. Ну что, друзья. Я-то, конечно, помню правильные ответы. Ну, как вы хотите, чтобы я ответил. Правильно или неправильно. Ладно. Давайте. Пусть это будет для вас неожиданностью. Я отвечу. Отвечу просто. Кто убил сэра Бронсби? Лейтенант Хэрингтон. Кто убил Горацио Фоулетта? Уяд Коллинс. Кто убил Йохансона? Спенсер. Кто убил Веронику Девенпорт? Опять же, Спенсер. Кто убил Джеффриса? Никто не убивал Джеффриса. И кто убил Хантера? Опять же, лейтенант Хэрингтон. А теперь финальное объяснение. Я замолкаю. Мистер Холмс, доктор Ватсон, я так рада, что все благополучно разрешилось. Инспектор сообщил мне, что ваши усилия помогли расследованию, хотя и не оказали существенного влияния на его результат. Тем не менее, я очень благодарна вам за все, что вы сделали. О, это вполне в духе лейтенант. Что ж, поскольку инспектор решил преуменьшить мои заслуги в этом расследовании, я открою вам один секрет. Я хотела бы, чтобы Джеймс, эээ, лейтенант Хэрингтон был здесь, но он... Ему пришлось отбыть в Лондон по некоему неотложному делу. Откуда вы это знаете? Это моя профессия, все знать. Итак, сейчас я могу рассказать вам всю правду об истории с Серебряной Сережкой. Вернемся в тот печальный вечер, когда вы отмечали ваш день рождения, к мисс Бромсбе. Я ведь с самого начала знал, что это не вы его убили. Я поцеловал вам тогда руку, и я не ощутил при этом даже самого слабого запаха пороха. Мне удалось обнаружить следы пороха за второй боковой дверью. По имеющимся свидетельствам, вы стояли в другом месте. Но куда же делся убийца после выстрела? Все, кто пытался покинуть зал через боковую дверь, видели, что она закрыта. Изучив свидетельства очевидцев, а также некие обстоятельства, мы выяснили, что никто из присутствующих в зале не мог быть убийцей. Все гости в момент выстрела были в зале. Никто не покидал дом через служебный вход. Не было следов того, что кто-то выбрался из дома по приставной лестнице. Все окна были завраны решетками. Так что же, убийца просто растворился в воздухе. На самом деле, один из гостей действительно выходил на время из зала в коридор ведущей кухни. Там он встретился со своим сообщником, проникшим в дом без приглашения. Это был профессиональный актер, который был загримирован таким образом, чтобы иметь возможность подменить вашего гостя. Далее. Этот гость спрятался под вуалью в тени статуи и начал ждать своего часа. Его двойник вернулся в зал и создал убийцы алиби. Когда раздался звук аплодисментов, мерзавец выбрался из укрытия и выстрелил. Очень важный момент. Сообщник убийцы проник в дом заранее. Он устроился к сэру Бромсби на работу под видом француза метродотеля. Он убедил организаторов использовать большие скатерти, края которых свисали до самого пола, а столы установить весьма необычным способом. Когда раздался выстрел, поднялась паника. Актер в суматохе влез под стол и быстро подполз к боковой двери. Добравшись туда, он притворился, что был сбит с ног. Поднимаясь с пола, он случайно зацепился за угол кресла. Там остался клочок его грязной перчатки. Боковая дверь была закрыта убийцей. Актер, подобравшись к двери, постучал заранее оговоренным стуком. Убийца открыл дверь и выпустил сообщника в коридор, после чего вновь ее закрыл. Актер выкинул свой маскарадный косю в мусорную яму, после чего отправился в погреб, где украл две бутылки элитного виски. Убийца, выпустив сообщника, подождал еще некоторое время, а потом проскользнул в зал. Это случилось, когда люди все еще были в панике, и никто не заметил его возвращения. Ричардс актер, и половина гостей крылась, что Гримбл был в зале в момент выстрела. Да, я не принимал в расчет этот вариант, но согласитесь, мы пришли к одинаковым результатам. К тому же, оба подозреваемых схожи по комплекции и внешнему виру. Ваша теория предполагает, что мистер Гримбл отличный стрелок, а это не так. Кроме того, вы считаете, что сэр Бромсби узнал о финансовых махинациях Гримбла. Однако, значительно большее значение имеет факт, обнаруженный нами в доме Горация Фоллета. Я говорю об его подушке. Но там не было никакой подушки. Тем не менее, мистер Фоллет всегда спал на подушке. Когда я приехал во Флетхэм, то уже подозревал, что он мертв. Соответственно, я совсем не удивился сведениям о том, что он спешно подтянул свое жилище. Изучив ситуацию, я пришел к следующим выводам. В тот последний для мистера Фоллета вечер его посетил некий человек, который хотел продать ему какую-то экзотическую вещицу. Мистер Фоллет был так увлечен разговором, что не заметил, что кто-то проник в его жилище и попытался открыть его сейф. А открыть сейф ему не удалось, отчего он впал в дарость и убил мистера Фоллета. Мисс Бромсби, человек, о котором я говорю, ваш кузен Уят Коллинз. Он вновь вернулся в Англию, причем под чужим именем, как Йоханссон. Так при чем здесь подушка? Подушка мистера Фоллета исчезла. Впоследствии доктор Ватсон обнаружил пиро из этой подушки в том самом поезде, на котором якобы уехал мистер Фоллет. Но зачем человек, притворившийся Фоллетом, взял с собой в поезд подушку? И почему смотритель ее не заметил? Мистер Фоллет был невысок, но тучен. Тот человек, который пытался сыграть его роль, использовал подушку в качестве накладного живота. Итак, наш персонаж был значительно стройнее, чем Фоллет, Ричард и Гримбл. Но, Холмс, кто же тогда убил Бромсби и почему? Вы сами прекрасно знаете, инспектор, что мотивы большинства убийств очень просты. Это либо жадность, либо месть, исключая преступления, совершенные людьми с психическими отклонениями. То, что Уят Коллинз появился у Фоллета, явно свидетельствует об его мотиве. Он хотел украсть завещание. Ведь в соответствии с нашими законами племянник может претендовать на часть наследства дяди, если тот не оставил завещание. Но если попытка моего кузена не привела к успеху, если обстоятельства очистили мое имя от подозрений, хотя я и являюсь наследницей, почему же тогда мои отец с кузеном были убиты? Кроме того, завтра я собираюсь официально объявить о своей помолвке. И в ближайшем времени выйду замуж. Постойте, постойте, Холмс. В ваших рассуждениях есть визьян. Был только один ключ от той двери на цементном заводе, и он находился у Гримбла. Значит, он имеет прямое отношение к убийству Йохансона, то есть Голлинза. Так ли это, Лейстерд? Мистер Ричардс рассказал мне, что был второй ключ. Просто он был утерян. Кстати, вы не забыли об убийстве бармена Хантера? Это был молодой человек, без связи с уголовным миром, увлекающийся исключительно рисованием и цветовольством. Почему кто-то убил его? Причем не было ни следов взлома, ни пропаживающей. Коротко говоря, он был убит только потому, что стал свидетелем убийства вашего отца, мисс Бромсби. Но почему Хантер? Что он знал? И каким образом у него оказалась серебряная сережка мисс Вероники Девенпорт, звезды театра Ферфакс и любовницы Ричардса? Простите, но мои нервы не в состоянии это выдержать. Я совершенно ничего не понимаю. Мистер Холмс, ради бога, так кто же убил моего отца? Вы хотите знать, кто убил вашего отца? Что ж вы узнаете? Этот человек сейчас войдет к нам в комнату. Я могу понять вашу недоверчивость. Тем не менее, я не шучу. Тот человек, который сейчас войдет сюда, это убийца вашего отца, мисс Бромсби. У меня есть неопровержимые доказательства его вины. Добрый день, джентльмены. Вы поступили совершенно правильно, приехав сегодня в Шерингфорд Холл. В Лондоне ужасный туман. О, Ливиния, дорогая, что с тобой? Она узнала правду. Как? В смысле, что? Что она узнала? Я не понимаю, что вы говорите. Думаю, вы очень хорошо меня понимаете, лейтенант Херингтон. Так же, как и вы, Спенсер. Или я должен использовать имя Джеффрис. Что за чушь, мистер Холмс? Что вы себе позволяете? Знаете ли, я только что сообщил мисс Бромсби правду о смерти ее отца. Но я могу повторить эту историю заново, на этот раз с самого начала. Все началось несколько лет назад. Сэр Бромсби вынудил своего племянника Уятта Коллинза оставить Англию и отправиться в Южную Америку, за что тот возненавидел дядю. Его злоба подогревалась тем фактом, что богатство сэра Бромсби было основано на деньгах, которые он получил от матери Коллинза. Вот вам первый злоумышленник, Уятт Коллинз. Далее мы переходим к вам, лейтенант. Ведь вы с отличием закончили военную академию и были великолепным стрелком, правда? Надо отметить, что вы единственный, кто был способен сделать тот смертельный выстрел. Я выяснил, что отставные офицеры Королевской Армии пользуются большим спросом во всем мире и с легкостью получают различные административные посты. Насколько мне удалось выяснить, вы оставили Индию и отправились в Бразилию, где получили должность начальника тюрьмы в городе Гуакаямо. Фотографии, что я видел в вашем охотничьем альбоме, были сделаны именно там. Итак, вот и второй преступник. Лейтенант Херрингтон. Мистер Джеффрис, Как я понимаю, все началось с вашего прибытия в Гуакаямо. Вы попали туда вместе с труппой Фейерфакс, совершавшей заграничное турне. Вы страстно полюбили актрису из этой труппы, мисс Девенпорт. Впрочем, вскоре вы и надоели. Еще до вашего приезда в Гуакаямо она сделала несколько попыток прервать ваши отношения. Судя по всему, ее единственной истинной любовью был мистер Ричардс. Прибыв в Гуакаямо, вы, мистер Джеффрис, с горя отправились на смотр местных публичных домов, где и познакомились с лейтенантом Херрингтоном. Таким образом, вы быстро нашли общий язык и стали хорошими друзьями. В тот вечер после спектакля мисс Вероника вновь попыталась разорвать ваши отношения. Вы, мистер Джеффрис, под влиянием ревности и солидной дозы алкоголя окончательно обезумели и убили ее. В панике вы бросились к вашему новому другу, признались в содеянном и попросили о помощи. Лейтенант не бросил вас в беде. Он помог вам избавиться от трупа, а также направил расследование по ложному следу. В результате, ваш соперник, Дуэйт Ричардс, оказался в тюрьме. Вы же залегли на дно, скрываясь и от полиции, и от ваших коллег. Все подумали, что вы убиты или бежали вместе с мисс Девенпорт. Вы скрывались вплоть до тех пор, пока трупа не покинула Бразилию. По какой-то причине вы оставили у себя сережку мисс Вероники. Несколько дополнительных моментов. Во время гастролей вы позаимствовали ключ от театра Фейерфакс, остававшийся у Ричардса. У вас также остался набор ключей от театра Эстонов, где вы работали ранее. И так вот и третий преступник. Мистер Джеффрис. Надо отметить, что жизнь нашего трио в Бразилии протекала нелегко. Мистеру Джеффрису приходилось скрываться. Подчиненные лейтенанта Херриктона начали о чем-то подозревать. А мистеру Коллинзу постоянно не хватало денег. И вот однажды вечером Коллинз вспомнил о своей кузине. Эта кузина была единственной наследницей одного из богатейших людей Англии. Буквально несколько дней спустя, вооружившись поддельными документами, они уже были на пути в Англию. Их целью было захапать наследство или хотя бы урвать часть этих денег. Невероятно! Да, невероятно. Но это чистая правда. Сначала они планировали подделать завещание или похитить его. И, естественно, негодяи не собирались ждать, пока сэр Бромдли умрет естественной смертью. Для их планов было важно, чтобы никто не подозревал о присутствии Коллинза в Англии. Поэтому он въехал в страну по поддельным документам. В противном случае, явившись за долей наследства после смерти дядюшки, он бы стал одним из главных подозреваемых. Прибыв в Англию, мерзавцы немедленно начали действовать. Мистер Джеффрис под видом эксцентричного метродотеля француза устроился на работу в дом мистера Бромсби. Мистер Хэрингтон, взявший на себя роль убийцы, планировал попасть на прием в сопровождении какого-нибудь человека с плохим зрением. Так никто бы не заподозрил подмену. В силу своих служебных обязанностей, Джеффрис имел доступ к списку приглашенных. Ему удалось узнать, что двое гостей, мисс Раунтри и полковник Паттерсон, имеют слабое зрение и к тому же планируют посетить прием без сопровождающих. В дни предшествующей приема лейтенанту Хэрингтону пришлось немало потрудиться. Он обхаживал мисс Раунтри и одновременно пытался завязать крепкую дружбу с полковником Паттерсоном. Вашей первой ошибкой, лейтенант, было то, что вы решили отправиться на вечер в компании полковника Паттерсона. Для человека, расставшегося с армией из-за отвращения к армейскому стилю жизни и военным традициям, появляться в обществе высокопоставленного военного было по меньшей мере странно. Тем не менее, ваши усилия принесли плоды, и вы попали на вечер. Мистер Джеффрис, как методотель, позаботился о том, чтобы обстановка в зале соответствовала планам преступной троицы. Кроме того, мистер Джеффрис также озаботился проблемой маскарадного костюма, ведь он должен был подменить лейтенанта. Он вспомнил, что соответствующий антураж можно найти в запасниках театра Фейерфакс. Решить эту проблему оказалось совсем легко, ведь у него сохранились ключи от старого зала Эстена, где нынче размещается театр. Кстати, обратите внимание, именно там он раздобыл рыжий парик. Им оставалось лишь выкрасть завещание сэра Бромсби. Они предполагали, что завещание хранится в доме министра Фоллета. В соответствии с их планом, бумаги должны были исчезнуть еще до смерти сэра Бромсби. Таким образом, Фоллет ничего бы не заподозрил, а после смерти сэра Бромсби он бы уже ничего не смог сделать. Но тут удача им изменила. Джеффрис отвлекал Фоллета разговором, в то время как Коллинз пытался вскрыть сейф. Произведенный им шум привлек внимание мистера Фоллета. Поняв, что он обнаружен, Коллинз набросился на мистера Фоллета и убил его. И так у них возникли проблемы. Они не смогли украсть или подменить завещание. А при тех отношениях, что сложились между Коллинзом и его дядей, он вряд ли мог рассчитывать на какие-то существенные деньги. Тогда они решили заняться мисс Левинией. Они придумали, как обмануть эту молодую и наивную девушку и выманить у нее наследство. И так тот вечер. Лейтенант Херрингтон в сопровождении Джеффриса, притворившегося его слугой, прибыли в поместье сэра Бромсби. Джеффрис решил проблему своего алиби. Он пообещал, что проберется в кладовку и украдет несколько бутылок виски. После этого он принял облик лейтенанта Херрингтона и затаился в кухонном коридоре в ожидании сообщника. Я уже рассказывал, что случилось потом. Могу лишь уточнить некоторые детали. После того, как все закончилось, Джеффрис проник в кладовку и взял две бутылки самого лучшего виски. Только специалист мог бы отличить те бутылки с выдержанным виски. Вернувшись к остальным слугам, он без лишнего шума передал своим приятелям украденное, сделав испуганное лицо и напомнив им об их обещании, он без труда убедил их поддержать его алиби. Эти люди даже не подозревали о его истинной роли в трагедии. Тут у преступников возникла непредвиденная проблема. Саймон Хантер. Этот человек был барменом на вечеринке, и у него было очень хорошее зрение. Он прекрасно разглядел и лейтенанта Херрингтона, и его двойника, и понял смысл происходящего. Хантер намекнул Херрингтону о своих подозрениях, без сомнения, с целью шантажа. Они отдали Хантеру в залог сережки мисс Девенпорт. В ту ночь, доктор, когда лейтенант так растрогал вас своим рассказом, он посетил и Хантера. Во время встречи Хантер сообщил Херрингтону, что заложил сережки в ломбард и не скажет им название лавки до тех пор, пока не получит денег. Херрингтон без лишних рассуждений убил Хантера. В тот же день утром Дефрис заманил Коллинза на цементный завод. Дефрис с Херрингтоном решили, что Коллинз им больше не нужен. Не сомневаюсь, что через некоторое время с Миниславинией случился бы какой-нибудь несчастный случай, после чего все деньги оказались бы в полном распоряжении к компаньонам. Итак, Дефрис убил Коллинза и изуродовал его тело, чтобы затруднить опознание. Впрочем, даже если бы труп был опознан, это не оказало бы существенного влияния на их планы. Когда лейтенант был у нас в гостях, он случайно узнал, что мы выследили Коллинза и знаем, что он отправился на завод. Он немедленно отправился к своему компаньону, и они разработали новый план. Дефрис, еще со старых времен, когда он работал в театре Фейерфакс, был знаком с сомнительным типом уроженцам Азии. Компаньоны решили, что этот человек может напасть на нас. Причем к ним самим это не привлечет никаких подозрений. К счастью, нам удалось избежать нападения. Именно тогда я понял, что Херрингтон преступник. Обследовав лагерь Бородяг, расположенный в лесу, возле Ричмонского аббатства, я обнаружил еще более важные улики. В тот самый день, когда я посетил лагерь, Дефрис тоже был там и пытался уничтожить все следы пребывания Коллинза. К счастью, им это не удалось. Думаю, Коллинз подозревал о зловещих планах собственных компаньонов и оставил им небольшой сюрприз. Впрочем, этот сюрприз мог обнаружить только очень внимательный человек. Тот, который не упускает ни одной детали. Мистер Холмс, вы начинаете меня утомлять. Ливиния, надеюсь, ты не понимаешь эти наглые инсинуации близко к сердцу? Они абсолютно ни на чем не основаны. Вы ведь собирались представить какие-то доказательства, не так ли, мистер Холмс? Вы можете думать, что хотите, мистер Херрингтон. Могу лишь сообщить вам, что мистер Коллинз оставил в тайнике собственноручно написанное письмо, в котором он подробно и детально описывает все происшедшее. В настоящий момент сотрудники инспектора Лейстреда проводят в ваших комнатах обыск. Не забывайте также о сигаретах, марке Черепакуи, в вашем альбоме с фотографиями, переиз подушки Фаулета и прочих уликах. Все они подтверждают мою версию. Предлагаю вам подождать несколько минут, пока сотрудники полиции завершат обыск и доставят сюда все обнаруженные доказательства. Уверяю вас, ждать осталось недолго. Браво, мистер Холмс, браво. Простите меня, дорогая Ливиния. Думаю, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами нам придется отложить помолвку. Примите мои сожаления по поводу смерти вашего отца, но что мы могли поделать? Где Сережка? Говорите немедленно, иначе никто из этой комнаты живым не выйдет! Вы что, не поняли? Вы сейчас все умрете! Забирайте их, Лесрейд. Думаю, вам надо возвращаться в Лондон как можно скорее. Благодарю вас, мистер Гримбл, за тщательное исследование моим инструкциям. Доктор, прошу вас, помогите им из Бромсби добраться до ее комнат. Думаю, ей нужен отдых. Холмс, скажите честно, в письме Коллинза ведь ничего не было ни про Херрингтона, ни про Джеффриса. Конечно, Ватсон. Откуда им знать? Я блефовал, а они поддались на мою улоку. А Гримбл, откуда он взялся? Вы можете гордиться, доктор. Один из самых богатых джентльменов Англии исполнил обязанности вашего кучера. После нашего визита к Фоллит я понял, что Гримбл невиновен. Я попросил его помочь в расследовании дела. Именно по моей просьбе он предпринял попытку завладить предприятиями Бромсби. Это дало нам некоторый запас времени. Гримбл сильно рисковал. Даже он по моей просьбе написал письмо, с помощью которого нам удалось выманить убийца из Шерринфорд-Холла. Мне нужно было время, чтобы рассказать все мисс Левинии. Ведь она могла оказаться в руках человека, который убил ее собственного отца. А вот мистер Гримбл верил в ее невиновность и делал все, чтобы она получила наследство. Тем не менее, он ведь похитил часть денег Бромсби. Да, действительно, но не ради личной выгоды. Все его действия были направлены на то, чтобы защитить Бромсби. Несколько лет назад некий инженер Уотерс обратился к сэру Бромсби с письмом. Уотерс узнал от капитана Боуи, что сэр Бромсби предпринял определенные действия против рабочих нанятых для строительства моста через ущелье Каледоса в Индии. Уотерс был в очень плохих отношениях с сэром Бромсби и с удовольствием воспользовался предоставившимся случаем для шантажа. Так случилось, что письмо Уотерса попало к Гримблу. Чтобы избежать неприятностей, Гримбл начал по-тихому выплачивать Уотерсу требуемые тем деньги. К сожалению, о происходящем узнал Коллинз. Он пригрозил Гримблу, что придаст это дело глазки. Гримбл не мог пойти на такой риск. Гримблу удалось избавиться от Коллинза. Он отправил его к Фоулету. Тут опять-таки совершенно случайно сам Бромсби узнает о шантаже. Сэр Бромсби пришел в ярость, но не успел ничего предпринять. Мистер Уотерс внезапно умер. Когда Гримбл узнал о смерти Уотерса, он сразу же пошел к Бромсби и все ему рассказал. Работа в Индии принесла Бромсби много денег, но он начал чувствовать вину за тот вред, который он причинил местным жителям. Бромсби с Гримблом решили, что та сумма, которая до настоящего момента Гримбл на ежемесячной основе отдала шантажисту, теперь будет направляться на содержание детского приюта в Бонбее, который содержал лейтенант Брахми. Вполне возможно, что Бромсби собирался увеличить размер выделяемых средств. И хотел объявить это во время приема по случаю дня рождения дочери. Ведь именно дочь в свое время укоряла Бромсби за его жестокость. Думаю, это и были те важные новости, о которых он хотел сообщить. Вы помните слова из поэмы, что мы обнаружили в его бумагах? О милосердии. Да, Холмс, ваш рассказ восполняет кое-какие пробелы в картине, но есть один момент, который я по-прежнему не понимаю. Почему вы попросили Лестрэда поместить Ричардса в тюрьму? Ведь он не имел к преступлениям никакого отношения, а вы обращались с ним как с убийцей. Я сделал это с одной единственной целью – уберечь от опасности самого Ричардса. Мистер Ричардс – умный человек. Если бы он увидел Джеффриса и Херрингтона и узнал, что у меня находится пропавшая сережка мисс Вероники, он сразу бы пришел к тем же выводам, что и я. В результате у нас на руках оказалось бы еще несколько трупов, а расследование, скорее всего, так и осталось бы недовершенным. Ясно. Ну что ж, Ватсон, теперь вы знаете все. Кстати, на столе лежит небольшой конверт. Насколько я понимаю, в нем находятся два приглашения на открытие сезона в оперу. Если так, у нас наконец-то будет шанс услышать это чудесное сопрано. Ну, что скажете, Ватсон? Да, друзья, ну вот что ж, закончилась загадка серебряной сережки. Шерлок Холмс все настолько подробно объяснил, что мне кажется, тут никаких еще дополнительных комментариев не требуется. Пожалуй, моя самая любимая игра из серии про Шерлока Холмса, потому что, как я уже говорил, она выполнена в классическом виде для квестов, рисованные задники, трехмерные персонажи. Потом я очень любил эту игру за длинные заставки, кому-то наоборот они не нравились, а меня вот очень радовало, когда ты что-нибудь делаешь и тебя вознаграждает такой длиннющий заставулищий, я бы даже сказал так. Что ж, отличная игра. Будем продолжать играть в игры про Шерлока Холмса. Их еще много, плюс не только те, которые вышли после загадки серебряной сережки, но есть и некоторые интересные игры до нее. В том числе, чисто российской разработки, одна игра есть с озвучкой Ливанова и Соломина. Здесь только Ливанов озвучивал Холмс, потому что Виталий Соломин к этому времени уже умер, к сожалению. Так что я думаю, что продолжим мы именно с этой игры. Что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы посмотрели все это мое прохождение целиком. Если вы хотите купить эту игру, то это можно сделать в Стиме. В Стиме она есть, стоит, я не помню, сколько я покупал на распродаже, сразу целиком весь комплект от Frogwares. Ну, я думаю, что где-то, наверное, рублей 200. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и оставляйте какие-нибудь комментарии, чтобы я делал свои видео лучше. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в следующих квестах. Субтитры сделал DimaTorzok